Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» продолжает выплачивать задолженность по заработной плате. В июле часть железнодорожников получили зарплату за январь, а в августе ожидается выплата зарплаты за другие месяцы. Директор ЖДМ Олег Тафилат уверен, что ситуация нормализуется. «До настоящего момента мы вели поиск решений, не полагаясь на помощь со стороны государства. Сегодня, когда у нас более или менее стабильная политическая ситуация, я не исключаю, что до конца года нам удастся погасить задолженность, и из других источников сказал Олег Тафилат». Месяц назад после своего назначения новым директором ЖДМ объявила, что нашла решение, позволяющее помочь работникам, которые не получали зарплату в течение полугода. Предприятие предложило работникам обратиться в банк и подписать договор потребительского кредита в размере задолженности по зарплате на срок от 36 до 60 месяцев. В скором времени работник должен был получить сумму на карту, а предприятие обязывалось платить проценты по кредиту и комиссию. Сотрудникам же предстояло выплачивать ежемесячно кредит. Впоследствии, когда финансовое положение железной дороги Молдовы стало бы лучше, людям планировалось выплатить зарплату. Однако идея не была хорошо воспринята работниками. По словам главы ЖДМ, это скорее связано с тем, что зарплата выплачивалась нерегулярно. «Но ситуация меняется, предприятие увеличило объём работы, соответственно, возросли и доходы. Мы возвращаемся в нормальное русло», – сказал Тафилат. «Может быть, нам и не понадобятся эти банковские кредиты, изначально предложенный вариант. Я в качестве администратора обязан предлагать сотрудникам решение. Я не хочу, чтобы мои коллеги железнодорожники зависели от того, как скоро мы договоримся с правительством, найдём мы решение или нет», – заключил Тафилат. Тот факт, что ситуация с выплатой задолженности по зарплате в ЖДМ начинает меняться в лучшую сторону, подтверждает и председатель профсоюзной федерации железнодорожников, и он запорожан. Работники 38 филиалов ЖДМ получили в прошлом месяце часть невыплаченной зарплаты. Также были перечислены профсоюзные членские взносы. В этом месяце нам обещали выплатить задолженность за июнь и другие месяцы. Имеется задолженность за февраль, март, апрель, май и июнь, – сказал запорожан. В то же время он отметил, что если государство не поможет, справиться с собственными силами нереально. Что же касается банковских кредитов, которые были предложены работникам, он утверждает, что никто из сотрудников не согласился с таким решением. По состоянию на конец прошлого года кредитная задолженность ЖДМ составляла свыше 459 миллионов леев, а задолженность по заработной плате – 35,5 миллионов леев. В настоящее время прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам осуществляет уголовное преследование по фактам хищения имущества госпредприятия «Железная дорога Молдовы» в особо крупных размерах. Действия, совершенные организованной преступной группой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулы Килиона